Поисковики отряда «Искра» готовятся к весенней вахте памяти. В этом году в составе сводного ямальского отряда. Они будут вести раскопки в Ростовской области. Ребят рад представить нового поисковика. Он принял решение вступить в наш отряд. В «Искре» и пополнение в отряд вступили новички. Ребятам предстоит многому научиться. До поездки в экспедицию осталось чуть меньше двух недель. Всего на раскопки отправится 9 человек. Большинство из них уже не раз несли вахту памяти. Сегодня на очередной встрече поисковики под руководством командира отряда Ильи Полодзева продолжают штудировать теорию. Первым делом вспоминают общие принципы и стратегию поиска. Ребята идут, и у них начинает появляться сигнал. Чем ближе подходят, и уже здесь, у них, когда они находятся над металлоискателем, над саперной лопаткой, начинает происходить характерный звук. Самый большой, да? Мы центруем, соответственно, находим примерно где копать. И после этого парень с щупом начинает прощупывать. Параллельно обсуждают все, что связано с техникой безопасности, бытом и экипировкой. Опытные поисковики, кто ездили, когда едем в хобок, что берем с собой из-за снаряжения? Ну и снаряжение обязательно. Это у нас вода, кепка, перчатки, ножик, приборы для изгумации, если что, пинпоинтер, металлоискатель и саперная лопатка. На столе разложены артефакты. Все они привезены с мест раскопок. За 9 лет существования отряда поисковики успели поработать в Волгоградской, Ростовской и Тверской областях. В этот раз вновь отправятся в Южный федеральный округ. Вести раскопки будут на Еландском плацдарме. Здесь советские войска понесли большие потери, пытаясь остановить натиск гитлеровцев, которые рвались к Сталинграду. Немцы, прикрывая войска, которые шли на Баку, на бакинскую нефть, шли на Сталинград. И при вот этом выдвижении вдоль Дона наша Красная Армия приняла решение выстроить хорошую оборону, шалонированную. И именно вот Станица Вешенская, Еландский плацдарм, та оборона, которая шла от поселка Еландского до Вешенского, стояла очень хорошо на протяжении пяти месяцев практически. И именно там и проводится поисковая экспедиция, там такие самые жаркие боестолкновения были. Школьники с нетерпением ждут, когда отправятся на раскопки, где их ждут новые эмоции, испытания, а еще полное погружение в историю. Мы надеемся найти как можно больше бойцов, установить их личность. Надеюсь, повезет найти смертные медальоны и похоронить бойцов со всеми почестями. Еду с таким предвкушением, потому что уже все равно охота встретиться с ребятами, уже охота опять начать работы, вносить вклад. Наверное, еду немного с небольшими нервами, потому что нужно быть ответственной за новичков. Должна буду их научить чему-то новому. Теорию ребята знают на отлично. Практическую школу поисковики пройдут уже на месте раскопок. Командир отряда уверен, они справятся с задачей. На вахту памяти поисковики отправятся 20 апреля. Ирина Бугрим, Татьяна Бойко, Виталий Седняев. Новости Муравленко.